Привет! Как дела? Сегодня я начинаю серию рассказов о моей первой поездке в Лондон в июне 2005 года. Вспомнить о моей первой поездке в Англию мне поможет вот такой вот ежедневник, где я каждый день описывала то, что происходило со мной в Лондоне. И фотоальбом специально оформленный. Я вам буду его показывать и рассказывать по фотографиям то, где я была и что видела в своей первой поездке в 2005 году. Ну а свои воспоминания из этого ежедневника я оформила аж в целый журнал. Я напечатала все свои заметки в такой вот небольшой журнальчик, чтобы когда-нибудь сесть и прочитать истории о моей поездке в Лондон за острыми ощущениями. И сегодня я буду вам зачитывать эти истории прямо из этого журнала. Стоит отметить то, что моя поездка в Лондон была вторым путешествием за границу. Впервые я ездила автобусным туром по Европе в 2003 году для того, чтобы обкатать европейскую визу. Так как брат меня еще в 2003 году приглашал в Англию, но он сказал, что тебе стоит сначала съездить в Европу, потому что английскую визу на тот момент было очень сложно получить. И он советовал сначала обкатать европейскую визу. В 2004 году я не помню, почему не получилось у меня съездить в Англию. А вот в 2005 я дождалась своего отпуска, я тогда работала в Доме народного творчества, сделала визу и рванула к брату. Так получилось, что мой маршрут был организован авиакомпанией TransAero. И на тот момент из Петербурга прямые самолеты не летали, мне пришлось лететь через Москву. То есть 4 рейса из Петербурга в Москву, потом в Лондон и обратно из Лондона в Москву и потом в Петербург. Билеты обошлись мне в 10 тысяч с копейками. Для сравнения, на тот момент в Доме народного творчества в культурном учреждении я получала 15 тысяч рублей в месяц. Так что вот примерно в такой бюджет обошлась моя поездка, точнее авиаперелет. Ну, с собой я брала немного денег, так как я ехала конкретно жить у брата. Он мне оплачивал проезд, еду, ну и всякие развлечения. То есть так, на мелкие покупки я взяла с собой, ну, по-моему, 100 фунтов. И полетела. Итак, начинаем читать мой журнал. Какова же была моя встреча с Англией? Рано утром дядя с мамой отвезли меня в аэропорт. Я быстро прошла регистрацию и досмотр багажа. Меня попросили достать и показать банки с вареньем. Не везу ли я там запрещенные средства. Я показала и засунула их обратно в сумку. То есть я везла еще и банки с вареньем, чтобы угостить брата. Моя сумка автоматически из одного самолета перейдет в другой. И мне не нужно заботиться о багаже. Только о регистрации в Москве. Мой номер рейса на Москву был 102, компания TransAero. Я сидела в проходе. За 2 часа 10 минут, а вылетела я в 7 часов утра. Значит, мы встали где-то, может быть, в 3 часа ночи. Мы выехали в аэропорт. Я всегда приезжаю заранее, чтобы не пропустить свой рейс. Так что дядя отвез нас на машине. И я помню, что было приятно ехать по пустынному Санкт-Петербургу. Тогда у нас были белые ночи. И мы доехали до аэропорта. Итак, за 2 часа 10 минут полета нас покормили завтраком, состоящим из двух бутербродов с колбасой, консервированными фруктами и кусочком торта с чаем. При взлёте и посадке нам давали мятные конфетки TransAero. Меня очень удивил взлёт. Не так, как в детстве, плавно, как я летала на Ту-154. В этот раз я летела на Боингах 747, и они взлетают по-другому. Горизонтально и моментально в течение 2-3 минут. Мы разогнались, оторвались от земли и уже были высоко в небе. Надо сказать, что я не летала на самолётах прямо с детства. То есть это был мой первый полёт в сознательном возрасте. Очень скоро мы уже кружили над Москвой, заходили на посадку. Москва с высоты птичьего полёта очень-очень красивая. Притемлились мы тоже значительно быстро. И по традиции после приземления весь салон зааплодировал экипажу самолёта. В Домодетово я прямиком побежала на регистрацию следующего рейса Москва-Лондон. В аэропорту на таможенном контроле и фейс-контроле всех заставляли снимать с себя все железные предметы, обувь и ремни, и проходить через металлоискатель. А ручную кладь пропускали через видеоконтроль. Но и этого оказалось мало. На выходе с металлоискателя меня встречала девушка в белоснежных перчатках, которая ощупала меня с головы до ног. Вот такие меры предосторожности у нас в московских аэропортах. Ну, видимо, в Питере такого не было. Ну, тогда были теракты, по-моему, поэтому контроль был ужесточённый. Ну, с тех пор так оно и продолжается. Лететь до Лондона 4 часа из Москвы. Сначала нас опять накормили бутербродами с чаем, а в середине пути предложили на выбор курицу с макаронами или гуляш. Я взяла курицу. На этот раз я сидела у окна. На регистрации спросили, где я предпочитаю сидеть. Всю дорогу смотрела на меняющееся небо. То тучки, то облака, как сахарная вата. А чаще небо было ясным, благодаря чему можно было разглядеть земли, над которыми мы пролетали. А летели мы над Ригой, Копенгагеном и Амстердамом, как нам объявил командир экипажа. Перед Северным морем в Европе интересный вид был на землю. Где-то в Голландии или в Германии я увидела чётко поделённые между собой огромные территории, метров по 100-200, одинаковые прямоугольные наделы земли. Всю дорогу я пыталась уснуть, слушая плеер, но когда только провалилась в сон, меня разбудила сюардесса, чтобы накормить вермишелью с курицей. Когда я поела, сон от меня ушёл окончательно. Да, 4 часа полёта – это не 2 часа, очень тяжело, заняться нечем. За окном вид практически один и тот же. Я начала елозить на кресле, почитала космос, поразгадывала сканворд, а до Лондона ещё далеко, под нами море. Смотрела на корабли, белые точки, проплывающие по морю и оставляющие за собой следы разрезанных волн, и хотела спрыгнуть туда, к ним, в голубую бездну моря. А летели мы на высоте 11 тысяч метров, со скоростью где-то 900 км в час. Даже иллюминатор моего окна немного покрылся и ним. Наконец самолёт пошёл на посадку, мы приземлились в аэропорту под названием Гатвик, в его южную часть. Приземлились в 11 часов по лондонскому времени, у нас в Питере было уже 14 часов на тот момент. Аплодисменты, прощание с экипажем, автобус, аэропорт, регистрация иностранных граждан. Я встала в очередь предварительно ещё в самолёте, заполнив миграционную карточку, которую выдавала стюардесса. Смотрю на регистрации, каждого о чём-то спрашивают. Ну, думаю, попала я со своим английским. На тот момент у меня английский был прямо базовый-базовый, из серии Hello, How are you? и How much? Подошла моя очередь. Я пошла к женщине-регистратору. Она спрашивает, цель поездки? Я отвечаю, каникулы. На какой срок? Две недели. Где будете жить? У брата. А что брат делает в Лондоне? Работает, учится? Учится. Где? В Гринвичском университете. На кого? Проджект менеджмент. А вы учитесь, работаете? Работаю. Кем вы работаете? И тут я задумалась, как бы это сказать по-английски, заведующий отделом по развитию народного творчества в Доме народного творчества и досуга. Соображаю организовывать, то есть менеджер, пытаюсь вспомнить слова досуг, культура, event manager. А она говорит, окей, приятного вам отдыха и отдает мне паспорт со штампиком въезда в страну. Я, конечно, опешила, но по-быстренькому взяла паспорт и пошла дальше. Куда дальше идти не знаю, иду, куда все идут. По пути вижу, крутятся сумки в багажном отделении. Нашла свою и иду по стрелочкам. Way out, то есть выход. На выходе в первых рядах среди встречающих гордо стоял Стас. Это мой брат. Его трудно было не заметить. Я иду к нему, улыбаюсь, подхожу. А он стоит такой задумчивый. Не заметил меня, пока я к нему впритык не подошла. Он спохватился, вытащил фотоаппарат, хотел запечатлеть мой выход, но не успел. Так он заставил меня с тяжелой сумкой на плече вернуться к выходу и выйти еще раз. Делать нечего. Дубль два. Мы сели в трансфер и поехали в Северный Гатвик. Там он припарковал машину, которую взял на прокат. На парковке, когда выезжали, чуть не проехали выезд. Пришлось сдавать назад несколько раз. Еще из-за того, что он не мог привыкнуть к габаритам машины. Не водил уже три года, а в Лондоне вообще впервые сел за руль. Ну, хоть к левостороннему движению. Более-менее привык. И правила лондонские знают, так как на мотоцикле он все-таки гонял. По тем временам он учился и подрабатывал развозчиком пиццы. Однако в Лондон мы попали не скоро, так как заблудились по дороге. Выехали с автобана где-то не в том месте, где должны были. И долго блуждали по каким-то пригородам. Но все-таки приехали домой. Кстати, пока мы ехали из аэропорта в Лондон, я открыла окно автомобиля и стала вдыхать запах Англии, так скажем. И знаете, чем мне пахнуло? Хорошо в краю родном. Пахнет сеном и селом. Вот такие вот запахи мне почувствовались. И я подумала, ну надо же, какая Англия. Кстати, потом, когда мы уже путешествовали по Англии, все мои последующие годы жизни в ней, я только пару раз чувствовала такой запах. И сразу же воспоминания уносили меня в мой первый день визита в Англию. Вот какие-то вот такие вот особенности запомнились мне в мой первый прилет в Великобританию. А еще же, когда мы въехали в Лондон, я была шокирована его видом. Двух, трех, четырехэтажные дома не выше. А мне Лондон всегда представлялся тем мегаполисом, где очень много небоскребов. Погода была солнечная, ясная, что не свойственно для Лондона, сказал Стас. Брат жил в районе Актонтаун, там он снимал комнату. А по пути мы заехали в предыдущее место его жительства, чтобы забрать телефон с сим-карты. И тут эта история не описана, но я помню свои впечатления, так как он припарковался рядом с домом, а там парковка была запрещена. И он ушел минут на 15-20, где-то так долго был. А перед этим сказал, если будет подходить полицейский парковок, скажи, что ты тут ждешь просто. И начинай, говорит, двигаться, пересядь за руль и начинай двигаться назад. Я вообще впервые в Англии что-то ему сказать парковщику, что как-то пересесть за руль и двигаться на автоматической коробке передачи назад в чужой стране. Я только механической управляла всю жизнь, поэтому не знаю, как и что. Я говорю, давай быстрее, я тебя тут буду ждать. Ну, говорит, сделай вид, что ты тут это самое. Не стал заглушать двигатель. И благо никто к нам не подошел. Он забрал симку, чтобы я с ним могла созваниваться во время своего пребывания в Лондоне. И мы поехали уже домой, где покушали и немного отдохнули. После этого мы решили пойти погулять по центру. Взяли бутылку вина со стаканчиками, отметить мой приезд в знаковых лондонских местах. Естественно, эту бутылку вина мы положили в целлофановый пакет, так как распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Но все, кто пьет пиво или вино, пользуются пакетиком, либо таким черным или синим пластиковым, либо вообще бумажным, как бы делая вид, что там непонятно, что они пьют. Ну, как, в принципе, и у нас уже стало. Но по тем временам для меня это была диковинка. То есть брат доставал из рюкзака бутылку в пакете, наливал нам в стаканчики, и мы чокались у каждой достопримечательности, которую он мне показывал в центре города. Но прежде чем мы добрались до центра города, мы попали под очень сильный ливень. Только мы отошли недалеко от дома, как начался по-лондонски сильный проливной дождь. Мы начали думать, что же делать дальше. Только хотели вернуться назад и пойти в паб, как дождь резко перестал лить. Мы решили все-таки сесть в метро и направились в центр. Приехали на станцию Оксфорд-стрит, прогулялись по этой улице, прошлись по площади Пикадилли, там выпили стаканчик вина, зашли на Лестер-сквер, очень странно у меня написано Ластер-сквер, ну вот такой вот у меня английский на тот момент был, где у них проходят презентации новых фильмов, на которых я уже побывала впоследствии, когда жила в Лондоне, и пофотографировались рядом с табличками, где знаменитости типа Тома Круза и Кейт Винсли увековечили на асфальте свои руки. Ну, такие отпечатки пальцев были. Тут опять начался дождик, и мы пошли в Чайна Таун, китайский городок. Там зашли в игровые автоматы и около часу проиграли в бильярд. Мне, кстати, очень понравилось и запомнилось тогда это времяпрепровождение, я люблю играть в бильярд, и мы с братом там проиграли несколько матчей. Когда мы вышли на улицу, дождь прекратился, и мы решили пойти на Трафальгарскую площадь. Там на большом экране шел исторический фильм про английский морской флот, как сражались корабли в войну и так далее. Мы пофоткались рядом со львами, одна из многих визитных карточек Лондона, на фоне фонтанов, попили вина, и тут зарядил сильнейший ливень, и уже было видно, что надолго. Мы направились домой, сели на двухэтажный автобус и поехали по ночному Лондону. Вышли где-то не совсем там, где надо было, и еще долго-долго шли пешком, блуждая в потемках. Видимо, брат заблудился и точно не знал, куда нам идти. Потом мы достали карту, тогда еще навигаторов, видимо, не было, и определились, куда нам идти. Заодно зашли в какую-то, по-моему, афганскую закусочную. Там он купил мне самый вкусный в моей жизни кебаб. Я потом спрашивала впоследствии у него, где я могу еще раз такое попробовать. Он говорит, ой, я не помню, что это было за закусочное, и что за кебаб. Больше я таких кебабов никогда не ела. Вот таким мне запомнился первый день в Англии, которую я впервые посетила в 2005 году. В итоге спать мы легли где-то в час ночи, по-лондонски. Если учесть разницу во времени и то, что в аэропорт мы выехали в 5 часов утра, то 28 июня 2005 года я гуляла по полной программе 22 часа практически без сна. Ну вот пока и все, что я хотела рассказать вам о первом дне и первом впечатлении об Англии и Лондоне. Что было дальше, буду рассказывать в следующих выпусках. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok